Добрый вечер, друзья! Включаемся на вторую карту B.I.G против команды Heroic. Пистолетный раунд очень быстро начинается и, по всей видимости, события у нас также будут развиваться очень быстро. И на первой карте все-таки на пике команды B.I.G. Heroic оказались сильнее. Здесь же уже включаются и врываются на этот самый пистолетный Z.T.S.I.D. с установленной бомбой. Ну и шансов у них достаточно много, чтобы этот раунд забрать. Да, но посмотрим Retake 5 на 5. Далеко не самое частое явление. Под флешку пойду два игрока пикать бомбу. Бомбсайд А. Ну и здесь Десантур от Сантареса. Два минуса. На Снэпе здесь также двумя фрагами отметился. Кэддин минус по мейне. Тапсанта погибает. Смуя также был замечен на мейне. Есть формат с по дефолту. И последний игрок на дефолт погибает. Это 1-0. Датчане берут пистолетку и делают это. Ну, будем честны. Друг перед другом это было не тяжело. Не тяжело. Два минуса от Сантареса и все. Ну, ценой собственной ошибки команда B.I.G. не смогла первый контакт навязать на базе. Они целенаправленно шли на то, чтобы ретейкать. Это все дело 5 на 5. И были средства для этого, но по стрельбе там тоже не пошло. И смотрим за форсированной закупкой от команды B.I.G. Это два скаута. Диггл 5-7 и МП-9 для Ксантареса. Снэпим. Пробегает здесь со своими тиммейтами через улочку. Достаточно спокойно. В общем-то чекает абсолютно все позиции. Здесь тизен, вентиляк. Ну, спокойно. Опять же, смотрит влево. Бороб находится акпатизм. 5-4 большинство. Ксантарес с МП-шечкой. Тут уже став он загулял. Откидывает ему Смог. Ну и, опять же, Кеден сжигает Смой. 4-3 большинство. Бороб. Есть информация у него по Тапсону. Откидывает Каешку. Там не попадает по своему оппоненту. Бомба тикает. Второй раунд, ребята, из команды Хероик будут забирать. Опять же, на сейф выйдут. Сто процентов, наверное, нельзя сказать, что здесь будет третий раунд для команды Хероик. Но... Все девайсы хейдинонез. Просто все. Все переслабо. А это чтобы не своровали. Да ну ладно, Саша. Будь то он не может. Именно так гром. Ну, конечно, жестко. Ладно. 2-0. Хероик плюс ко всему два раунда подряд была установленная бомба. Экономика со старта начинает быть прям суперкомфортной для датчан. Но мы говорили. Мы говорили. Мы предупреждали, что да, дальше пик команды героик. Это нюк. Это тот нюк, на котором у практически всех соперников эта карта складывается безумно тяжелым образом, когда играет против команды героик. И вот так вот БИГ очень плохо начинает. 2-0. 2-0. И скорее даже выход на третий будет от датчана. Но и только на четвертом будет полноценный закуп у команды Берлин. Интернешнл гейминг. Но. Что поделать, что поделать. Свой пик отдали. Не отдали, причем после первой половины выигранной. Да, со счетом 8-7. Но Тапса находит первый минус. По скрипу погибает Снэпи. А девайса-то у него и не было, судя по всему. 4-5. Да, меньшинство для ребят с команды героик. Заходят здесь уже, по всей видимости, через улочку. Откидывается смок. Интересный смок. Чтобы, опять же, не смотрели. Здесь будут проходить ребята на девятку. И, по всей видимости, сплитовать. Этот самый Аплент. Кедян. Вместе с своим тиммейтом заходит. Ставн просматривает спину. Ну, если что, вдруг. Опять же, беги. Имеют все спокойно возможности зайти через спину. И своим оппонентам очень-очень неприятно. Пострелять именно в бокс. А он не смог здесь сделать фраг. Но, опять же, это очень много информации. Об этом игрок, который выбегал. Здесь стак спускается вниз. Очень сильно топают. Ребята, Ксантарес. СМПш девятый. Здесь будет, по всей видимости, состав на первый видеть. Замечает. И делает фраг 5-3. Большинство для Биэджи. Да, и хотелось бы здесь Ксантареса забрать девайс. Да, он все-таки его заберет. Это сразу же Крик. И он пока что соло-опорник. Ближе к базе Бе находится. Да, бомба будет установлена. От команды героек. Но 3-5. И команда Биэджи здесь попытается этот раунд забрать. Бомбу устанавливается. Под нижнюю. Там, конечно же, все это дело сейвит. Товарищ Бороб. Ну и Бороб очень хорошая позиционка. Здесь, да, закрывает Ксантареса. Но теперь будет очень тяжело. Без Крига выбивать такое крайне неприятно. Да, учитывая то, что 3-5 это все дело было. На ТСТ есть минус по Атизиану. Уже 3-3. Размен 3-2. Кстати, 3-1, скорее всего, даже сейчас будет. Да, последний Кейдин остается. Забирает на сразу же Крик. О-о-о. Кейдин, что ж ты творишь? Калаш забирает еще. Против Тапсон остается Айн. Есть по нему информация. Китов нет. Китов нет. И Кейдин просто спасается отсюда бегством. Бежит, бежит, бежит. Выигрывает драгоценное время. Еще из глоката. Ладно, ты посмотри, что творит, а. Но это 3-0. Это 3-0. Но все девайсы были утеряны у командных героек. Но в любом случае они третий раз подряд поставили бомбу. И экономика сейчас на очень хорошем счету у них. 3-0. Поехали. В атаке вот так вот хорошо начинают датчане. Но вот беги. Заполучили крик в диффенсе. И, конечно, этот крик, по идее, должен находить очень много фрагов. Ну, конечно, обидно, наверное, отдавать вот такой вот раунд ребятам из команды БАИЧ в большинстве. Но уж героики у нас второй день подряд показывают, что меньшинство для них это вообще не беда. Можно выигрывать 2-5, 3-5 спокойно вообще без каких-либо проблем. Ставан пробежал, пытался пробежать. Здесь Титин спокойно зашил и нашел фраг по нему. 5-4. Опять же, в очередном раунде ребята из команды Героек теряют своего первого игрока. В данном раунде это был Ставан. Здесь Стабсон открывается, убирает еще и Стага. 5-3. Ну и вот, в этот раз, наверное, лучше бы не проигрывать 3-5. Но вот уже фраг отбора по 3-4. Ну, посмотрим, что дальше придумает команда Героек. Вообще, изначально сейчас Вектор направлен ближе к Секрету. И здесь СВП играет. И не ожидал уже на парче увидеть здесь Кэдди. Она 3-3 в итоге. Занимает гараж, занимает улицу. Команда Героя Крик хочет забрать Боропа. У него это получается. Но под базой Б только под вилкой Ксантара сыграет. Вот в чем проблема. Если Кэдди на его перестреливай здесь, то это сразу же все. Да. Ну, Тизин дарит еще шансы команде Би и Джей. Закрывая Боропа на улице. Некс идет на поджим. Также попытаются в гараже закрыть Снепи. И как же у них это не получается. Снепи в итоге уходит дальше. И команда Би и Джей по понятным причинам пойдет его скаутить. Но вот бомба у него. Вот это очень плохо. И вынужден сюда возвращаться, конечно же. Еще один игрок команды. Героик. Это Кэддин. Да. И Кэддин со Снепи по идее этот раунд здесь заберут. Да еще и вместо тайминг попадают. Ну и дропнуться под Б. В теории, может, было бы. Но вот так вот опасно в итоге это было. Тизен. Хорошо попал по Кэддину. И все-таки это минус 4 от него. 4-0. 4-0. И пока что у меня для болельщиков команды Би и Джей не самые хорошие новости. Ну, все-таки это пик команды Героик. Здесь, наверное, не должны достаточно уверенно себя ощущать. Но вот Кэддин ощущает себя сверхуверенно. 9 фрагов у него. Сколько фрагов вообще у команды Би и Джей? 7, 9, 11 фрагов. Ну вот почти, в общем-то, как вся команда. Настреливает Кэддин сейчас за эти 4 раунда. Ну и очевидно, что есть небольшие проблемки в этом плане. Состреливаю, ребят, с команды Би и Джей. Так, с Стабным и Кэддином и вообще всеми, наверное, игроками. О, и Сантаарес. Одного нашел. Бороб, правда, на размене. Нэкс с 5-7. Тут вообще могут делать раунд, по сути. Это жесть. И Стак, если есть еще... О, Сантаарес, да ну как? Да ну как этот 5-7 просто жестко аннигилирует команду Героик. Забирает Крик, Бороб, но у него 19-х по сути. Один патрон и все, ну там в спину уже выходят два игрока с теми же 5-7. Но Бороб в итоге почти потащил этот раунд. Но все-таки 4-1 за командой Би и Джей. И сейчас снова будет закупка. Но экономика-то... О-о-о-о. А что по экономике, Героик? Где деньги? Любовский. Где деньги взять? Не. Един, вроде бывший комментатор. Да, ворухарь. Это в чатике? Да. Да, был у нас недавно как раз. Ушел, говорит, пойду лучше про команду играть в Героик. Я тоже так скоро пойду. Да? Куда зовут? Нави. Понятно. Ну вот. Всех свои предпочтения. Будем следить за тобой, Гром. И поминать. Лихом. Так, ну что. Команда Героик все-таки играет. Два калашатся за 250. Мак-десятый. Че там? Да я просто случайно в комнату другую зашел. Нормально все. Ну и смотрим. Пока что минута времени остается у команды Героик. Так, с лобби здесь там он простреливает. Курятник. Пошла раскидка от команды Героик. Ну и сразу же позиционку удобную для себя выбирает команда Бейджи. Правда, нах с ней не совладал. В любом случае десантура пошла. Десантура под точку Б через винты. А двух-то пропустили. И бомба. И бомба туда же. Еще и Ставна пропустили. Боже, что за фест? Что за фэлфест? Это просто жесть. Сейчас еще и в итоге тизин погибнет, скорее всего, потому что к нему со скрипы выйдут в бочину. И надают. По лицу. Ну и в итоге, что это? Сейф? Да, это 5-1. Жесть. Жесть. Ну, все-таки здесь очевидно, уровень игры немножко отличается. Даже, наверное, множко отличается. И даже если бы мы видели этих команд, например, в рамках ESL Pro League какой-нибудь. Финалов, не финалов, не важно, любого турнира от ESL, играли бы, мне кажется, ребята совершенно иначе. Здесь же, опять же, да, вроде как Индокстрим Мастерс, понятное дело, но квалификации открытые. Ну вот, сражаются ребята немножко иначе. Вот таким вот образом. Ну и опять же, очень много ошибок, очень много ошибок. 5-1. Одна карта завершена уже, но не знаю, какой счет. Ребята, смотрите, сверху, над, точнее, под командами, есть звездочки. Вот если одна звездочка зажглась, значит, это кому-нибудь нужно. И, соответственно, команда с зажженной звездочкой имеет как минимум одну карту. Две звездочки, и это две карты. Соответственно, по одной 1-1. Все очень просто, можно даже не иметь образования технаря, чтобы в этом разбираться. Поэтому, ну вот так вот, пауза наставится. Я, кстати, заметил, что устав на 0-0-6. Да, шо ему, у него команда играет, и нормально. Вот там 9 фрагов в кейде, на 8 у Борупа. Борупа, на самом деле, что на Мираже жаришь, что на Нюке. Ему и Борупа, все нормально. Он отдыхает. Ну и 5-1 уже вот так вот старт карты Нюк. Не то, чтобы убита вся интрига, да, и скорее Бейджи еще там попадаются. Но когда ты начинаешь вот так вот карту Нюк, это плохой знак. Учитывая то, что вчера команда Бейджи забрала в защите 12 раундов против Экстремум. Ой, против, прошу прощения, против Мелбет. Сейчас пока что у них 1-6. И причем ошибки-то, на самом деле, не командные. Больше индивидуальные, да, вот тот предыдущий раунд. Не помню, кто первый погиб под скрипом. Он просто пикнул, отдал позицию. И в итоге там команда героиков спокойно дропнулась вентиля. И все. И все. Не вправду. Ну что, 5-1, друзья. Давайте смотреть далее за седьмым раундом на карте Нюк. Есть фамас у Нексы с гранатами. Главное, что нет никаких проблем. Есть проблема уже со Смуи, который падает от эстага. 5-4. Большинство у нас за командой героек уже. Но опять же, здесь атака. Здесь каждый раунд очень серьезно вводит Ставн. Шанс на первый фраг, а для Ставна. Ставн. Ставн. Ставн против Тапсона отыгрывает. Тапсон на уверенность. Выходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто под одну гребеночку. Кста. Кста. 0-0-7. Приветики. 4-3. Большинство у нас за Байджи. А здесь еще и Ксантарас на улице находит фраг по Бору. Потому что это вообще 2 в 4. Ну и что делать? Кэдди у нас здесь не совсем понятно. В принципе, он со стагом может пройти под базу Б. Но там, по-моему... Да, Ксантарас. На аквариуме. На обсервейшн. Обсерватория. Вот где обсерверы. Ну и... Пока что фейк. Флешка от эстага. Нет понимания по бомбе у команды Байджи. Но зато есть минус от Кэдди. Она по Нексу. И точка находится не то, что под угрозой срыва сейчас. Но одного Ксантараса ставят. Ксантараса идет в поджим на вилку. А вон дает всю информацию. Вся инфа. Ксантарас забирает раунд для своей команды. Жот. Ну и такое бывает. Так. Бомба ставится. Если бы сейчас еще и потащил бестэк, я бы просто вышел. Ладно. 5-2. Раунд забирает команда Байджи. Но деньги есть. По идее закупаться будут. Хотя вот двух игроков делал в виде 800-200. Но мы видим, что закупка от команды Героик есть. Счет позволяет играть. Почему бы и нет. Ну и ставан. Пора делать фраги. Команда начинает несколько сдавать. Смотрим, друзья, за восьмым раундом. С Муя у нас, кстати, так же недалеко отставлено. 1-1-7 у него. Немножко выпадают ребята у нас в целом из этой карты. Но, наверное, было, опять же, заметно. Тап снова откидывает флешечку. Под нее врывается. 1-2-3. Можно сюда же по бочку нашивает. Делает фраг по своему оппоненту. Извинует еще и ставлю. Так, вот это уже интересно. Есть фраг по эстагу. Кедина закрыл. И, по всей видимости, да, последнего также будет закрывать. Пятый. Раунд пока что далеко для команды Байджи. Но вот третий близко. Вот они, понимаешь? Умение выкрутиться из ситуации. 5-3. Унитария. Ну, а здесь по-прежнему ставлен преследует цифру 0. Шофер команды Героик. Ну, а мы смотрим за экономическим. Теперь отдачан. И потенциально четверка уже для команды Байджи сейчас должна быть. Но вот пока что Героик в лобби. А от Смуя есть первый минус. Нашел он на скале из тега. А дальше информации нету. Нету бегов. Но сейчас, я думаю, она появится. И через скрипт втроем. Ой, ну здесь для Некис, конечно, малина. Минус 3 от него. И Тапсона здесь фрагов не досталось. 5-4. Но снова закупка от Героик. Так и есть. Так и есть, друзья. 0.09. Пока. Немножко. Не идю. О, Ставна. В чате у нас тем временем обсуждают, кем это лучше, гуманитарием или технарём. Гром, вот ты сам кто? Я гуманитарий. Гуманитарий? А, ну да. Гуманитарий рулит. Глупый вопрос. Мне кажется, у нас все комментаторы гуманитарии. Ну, вообще да. Это где-то внутри уже. Наверное, ты либо рождаешься гуманитарием, либо рождаешься технарём. Плюс, давайте, да, за гуманитария, минус за технаря. Посмотрим, кого у нас больше на трансляции. Ну, а пока у нас бомба заходит от команды Хероик. Ставится бомба. И 4 в 4. Так, ну что. Ретейк тяжёлый будет для команды БИГ. И очень хорошая позиционка здесь у команды Хероик в любом случае. Но БИГ на самом деле тоже сейчас постепенно занимает нормальные позиции. Давайте смотреть. Пока что Смой простреливает верхний проход. Но здесь соперника тоже близко-то и не было. На генераторе сидит на снэпе. Всё, пошёл, пошёл. Супер лейт ретейк. А куда вышли, парни? Куда вы выходите? Во-первых, там ни самоков, ничего не было. Просто по тлэшке выходили, не имея понимания, где сейчас в позиционке, в какой находится команда Героик. БИГ просто отдают все девайсы. Ну, у них, благо, есть деньги. Будут закупаться и дальше. Но это уже 10 раундов позади. А 6-4 за командой Героик. То есть, в теории, команда БИГ, чтобы плюс-минус позади, тело неплохо выступит на второй половине, то должны сейчас закрывать 5 раундов к ряду. Ну, мне кажется, это очень будет непросто сделать. Видел чатик? Минусов намного больше. То есть, наверное, физматы? Да, технарей больше, по всей видимости. Ну, и что там к технарям относятся? Там математические, физические, химия, наверное, туда тоже относятся. Насколько я понимаю. Ну, вот так вот. Интересно, интересно, друзья. Здорово! Даже в каком-то плане, наверное, неожиданно. Но, опять же, я думаю, много кто еще учится. И поэтому, возможно, не решил в своей дальнейшей судьбе, например, куда идти в универ, тому подобное. В какой универ идти. И поэтому все еще впереди. Я вот, если честно, не помню, меня спрашивали где-то еще, наверное, до класса 9. Я вообще, даже, наверное, до 10 класса я вообще не решал, как бы, куда идти. Такой, ребят, подождите, я в 10 классе всего. Ну, а вот потом уже в 11. У меня где-то ближе к Новому году начались мысли только об этом. Но, в целом, опять же, если ты, конечно, идешь на какие-нибудь профессии типа врача и тому подобное, то нужно, опять же, знать заранее. Там аксантаар с приемом сейчас будет. Боже, интересно. Давайте смотреть, дорогие друзья. По аксантаару теперь информация появляется. И снэпи выходит на ноге на самом деле. И а минус-то будет, а минус-то будет или нет? Ну, аксантаару как-то здесь, откровенно говоря, прощает. Гранат прилетает на правую вилку. Но урона в суммарном итоге прилетает немного. Но аксантаару дальше очень хорошая реализация позиции. Смыл минус по эстегу. Еще 23 секунды остается для того, чтобы пойти поставить бомбу команд героев. Ну, там Некс в спине. Некс в спине. И, ух ты, все, по Нексу появляется информация. Ставан, кстати, попытается сейчас разменять. Сантаарас. Проходит еще один минус. Это 5-6. Это 5-6. И снова по деньгам проблема у команды героев. Не у всех они есть. У трех игроков 4000. У двух 2500-3700. Ну, закупка, закупка. Герой, на самом деле, продолжает закупаться вообще без каких-либо задних мыслей. 0-11 пока что Ставан. Что-то его на карте, к сожалению, нет. Ну, можно ему сделать фраг. Будет красивый счет в виде четырех единичек. Но вот, опять же, немного он будет, наверное, нерадостным счетом для команды именно. Би-ай-джи Тизен откидывает каешечку. Курятник там. Ребята из команды Хероик закупаются на все деньги. Четыре калашниковых есть у команды Хероик. Один Диггл с гранатами проблемы. Большие проблемы. Сейчас будет раскидка. Один Смог. Всего три флешки. Молик. То есть, абсолютно не те девайсы, которые... И девайсы, и гранаты, с которыми ты бы, опять же, хотел и был рад отыгрывать на раунд. Но вот меняются здесь все. Девайсы мне с Тагу дают. Калаш Снэпи берет, соответственно, Диггл. Здесь флешечка залетает. И Ксандарос находит враг покидан в Смог. 5-4. Да, теряет. Это новый игрок и команда Героик. Давайте посмотрим за дальнейшим выпадом, какой будет, в принципе, команда Героик. Ну, улицу не занимает. На самом деле, вот просто в глухую пытаются выйти либо же контактным через лобби. Скрип плюс курятник. Либо же выйти на рампу. На рампе уже одного лиркущего потеряли. Ну, это выход на базу А. В итоге от Апсона есть минус. Дроп на республике, а там есть размен по Апсона. Отбор по минусу по дефолту Тизин. 3-3. Прорыв базы Б. Но Ксандарос тут не триемлет. В итоге к Сандаросу есть еще информация по одному игроку. Но там в спине на вилке еще тиммейт. Поэтому здесь угроза. Ой-ой-ой, Снэпи. А вот Снэпи насколько агрессивно разыграет сейчас. Ну, вот настолько. Смуи очень грамотный тайминг выбрал. Наверное, не без доли взения. Но Борб теперь в итоге один остается. Это потенциально шестой раунд для команды Б. Так оно и есть. 6-6. И вот помнишь, два раунда назад я говорил, что команде Б. Нужно пять раундов подряд. Чтобы более-менее себе комфортно задел сделать на вторую половину. И пока не забрали уже два. Еще три надо. Еще три. Ну, напомню, что Биги проигрывали 1-5. Сейчас уже ситуация очень даже неплохая относительно того, что было. А, кстати, отставлено есть первый минус. Хорошо. Здорово, но 6-6 все-таки счет. Мы помним, что и на первой карте, в принципе, первая половина была максимально близка. Вот дальше уже на второй половине ребята из команды Хероик вышли, скажем так, вперед и закрыли карту. Ну, а здесь быстро выход из команды Хероик на сайт. Тизиан вместе с Нексом оформляет очень простых экспонентов в Снэпе. Последний, седьмой раунд, ребята, из команды Б. Забираем. Счет станет 7-6. Денежка будет у команды Хероик. Но, опять же, мы понимаем, что здесь уже 6 раундов есть за атаку. И, в целом, этого может хватить. Плюс еще два раунда впереди. Поэтому, опять же, Хероик есть варианты взять какой-нибудь один из двух последних. Но по деньгам, скорее, это больше шансов на следующий, чем на последний. Потому что на фиглокерах там также есть проблемки. Снэпи 8 хп. Должны его закрывать. И это седьмой раунд для Б. Снэпи 7-6. Ну, там нормально насыпает по 2900. Проиграет этот, там будет 3400 насыпать командный Героик. То есть, за как последующие два раунда будет, ну, нормальный. Нормально. У Героик, учитывая то, что если они еще и фраги будут делать, так вообще замечательно. А это, кстати, неплохо было бы ставно начать делать. Потому что команда по-прежнему проигрывает свое преимущество, которое было поначалу. 5-1. Ну, посмотрим. Улицу вообще как-то постоянно игнорирует команда Героик. Непонятно почему, если честно. Неужели настолько уверен в своих выходах? Ну, вот теперь, наконец-таки, город на эту точку заходит. Продать смы из пирамид на сквозь тегу. Да, еще место смы по боруку. Ну, вот и все. Сму и сейчас еще одного на улице скорее всего закроют. Если по снэпе попадает, там 19 хп остается. 3-5. На старте раунда Героик уже не чувствует. 2-5. Ну, что, может, эйс дадим смуи с ВП? Заслужил парень. Оуэн Баттерфилд. Ну, вот посмотрим. Здесь снэпи находит так по смуи. Тапсон на размене. Остается последний ставан. Со стрельбой немножко не идет. Потерял много хп. Ну, и в клач, наверное, сложновато здесь будет. Ему что-нибудь. Уже придумать. Но, кто знает. Второй фраг есть для ставана в этом матче. В этом раунде он сделал столько же, сколько за всю первую половину до этого. Может быть, прорвет. И, может быть, сделает еще три фрага. Но они все-таки на выходе. Санта раз закрывает первую половину за своим коллективом. 8-6, друзья. Первый раунд. Точнее, последний раунд первой половины. Сейчас мы увидим. И сейчас что-нибудь быстренькое от команды героек. Там либо быстрый выход на скрип. Но он, по идее, читается. А вот на рампу было бы неплохо. Пауза берется от команды героек. Да ладно. Да ладно. Первая пауза у нас на этой карте от команды героек. От BIJ уже была на счете. 5-2, по-моему. Ну, датчане вот сейчас наконец-таки решили обговорить, что же пошло не так. Ну, вроде вели, а теперь мы ведомые. Чат, что думаете? В чем главная проблема героек сейчас? Каким бы вы темпом и какой бы стратегией вы бы посоветовали команде героек разыграть сейчас этот раунд последний? Нужно ваше мнение. Представьте, будьте вы капитаном. Сейчас команда героя. Какой бы вы кол дали? Пацаны, побежали на... Опа. А вот тут уже тапс помогает. Тизина немножко резанул. 13 хп. Закрыл. Шьют, ребята, из команды снэпи по своим оппонентам. Но нет. По всей видимости, раунда быстрого не увидим. Хотя рампы пробегают. Кантарас убивает бору, поставлен на размене. И забегают б. Ну и по сути, наверное, тактика рашбэ, кто написал косвенно, как раз таки она и есть. Седьмой, правда, находит рак по ставке. Находит рак по снэпи. Так на размене. Тапс набивает. Последний. Здесь Кеннин остался против троих. Девяточка должна сиять на табло убегу. И все-таки эти пять раундов есть. Я, знаешь, вот когда об этом говорил, ну, типа реально не представлял, да ладно, какие пять раундов подряд по бейджи, да что ж ты. И это реально пять раундов подряд. Тон, девять-шесть, да, здесь Кэдзиона выходов на этот раунд на самом деле немного. Так вот, там было одно предположение от молодого человека в чате, мол, типа улицу и девятку. Ну а как ты с такими девайсами юмпиками там выйдешь на улицу? То есть ты покупаешь себе два Галилы условно, там юмпики, маг-десятые. Ты же на дальней дистанции вообще ничего сделать не сможешь. Плюс тебя авик контролит. У тебя недостаточно гранат, как ты улицу будешь занимать. Там, ну вот когда полноценный раунд идет с закупкой с гранатами, тогда да. Но вот Кэдзиона пока что находит один минус. На вилке его второе. Понятно, здесь в спине уже тизен и Кэдзиона, если бы его закрыл, было бы неплохо. Ну а так 9-6, как мы и говорили, команда Биэйджи берет в защите очень солидное количество раундов, если учитывать то, что не проиграли 5-1. Да, да, друзья, будет на смену сторон. И приходить уже, соответственно, совсем скоро будем на вторую половину. Но потенциально, опять же, здесь, конечно же, герои к 6 своих раундам взяли в атаке. Наверное, в принципе, с выигранной пистолеткой могут закрывать все вопросы по своим оппонентам. Биги играли у нас вчера, как раз таки мы за ними наблюдали. Их не самую лучшую, очевидно, атаку. Поэтому, кто знает, может быть и сейчас не хватит команде Биэйджи своих сил, чтобы на Т-сайде дожать. Ребята с командой герои. Напомним, дорогие друзья, что это только первый бестов 3 на сегодня. Дальше у нас еще один матч ожидает. Это, по-моему, у нас, сейчас скажу, победитель пары Немига Арси. А, это уже все определенно, да, кто будет? Да, да. Да, Немига Арси, поляки против белорусов. Ох, жесткий матч будет. Жесткий. Арси, если кто вдруг не знает, это бывшие аристократы. Ну, если вдруг кто. А почему бывшие? Потому что холдинг, как-то он там, Unicorns или как-то так что-то называется. Codewise Unicorns. Да, да, красава у него. Где играют Райлен, Тасс, Маус, Минис, Лиминаис. И дядя Филипп Купский, он же Нео. Вообще, да, вот как-то не так давно Паша Бицепс говорил, вот бы шоу матча со старыми Нави, где-то Маркелов, Эдвард, там все-все-все против там условного коллектива Пентаграмм, да, либо же там, не знаю, ЕЦС, когда поляки были под этим знаменем. Нео, Лурд, Кубин, Паша, Тасс. Да, да, может быть. Да, вот это была золотая пятерка польская. Ну и потом она, кстати, тоже была, когда бьяли и пришли со Снексом. На день рождения друг подарил подушку Virtus.pro, вот, еще как раз, ну, на 8 декабря, то есть это еще не была информация известна по поводу того, что Авангард потенциально имеет возможность перейти под стак Virtus.pro, поэтому теперь, ну, как-то не знаю, все равно не представляешь, опять же, Virtus.pro и что там будут играть не поляки. Ладно, друзья, это все, опять же, разумеется, наши мысли, его в топчике. А пока у нас тут пауза, пока пауза. Вот прям все-все-все, ребят, можете перейти и поучаствовать в розыгрыше на 25 мест. Абсолютно бесплатно, без репостов, без всего, просто лайк и подписочка. Вся информация, все ссылки сейчас скидываю в чатик, заходите. Пользуйтесь, пока, опять же, есть такая возможность, потому что там призовой больше 15 тысяч рублей. Опять же, такие розыгрыши не часто проводятся, и, в общем-то, у меня тем более. Вот, поэтому участвуйте, ссылочку в чате к скину, будет очень приятно. Что-то у нас никак не начнутся вторая половина, беги, герои, пора бы уже. Да вот, слушай, да, как-то у нас сегодня в рамках этого B103 половины затягиваются. По всей видимости. Тычковые ножи дамасская сталь, АК-47 снежный вихрь, АУК анодированная синева. Мы, на самом деле, когда составляли предметы на розыгрыш, у нас была тематика, то есть, если ты заметишь, все синего цвета. Да-да-да, под зиму, типа? Да-да-да, под зимушку, под снежочек и тому подобное. Поэтому, опять же, ребята, это для тех, кого у вас снега еще не выпало. Вот, опять же, повторюсь, в Москве, к сожалению, не выпало снега. Ну, 110-е место, конечно, сомнительные подарки, если честно. А что там, САП? Платная подписка на твой Твич. Слушай, ну, это тоже очень хороший подарок, я считаю. Да? Конечно. Ну, в принципе, Сань, ноль questions. Что, вторая половина уже? Наконец-то? Она родная. Она родная. Ну, и команда БИГ в атаке. Так, там уже Десантура прошла от Апсона под базу Б. Ну, и посмотрим, что БИГи сделают в этом раунде. Пока контакт был найден, но фрагов, к сожалению, пока первых 25 секунд мы не увидели. Литизин тоже немного сыпется по ХП. 71 у него остается. И проходит под рампу команда героек. Ну, а здесь двадцатки готов играть. Команда героек, стал он пока что в вентилях, пытается найти здесь враг. Вот Ксантарас, Ксантарас очень много ХП потерял здесь. Так, есть минус от Эстега. И у Ксантарас огромный проблем по ХП прямо сейчас он... Они не поняли, откуда он стрелял. Ясно, ясно. Ну, бомбу ставят на Б, и 3 в 4, кстати, хороший шанс у команды БИГи на эту пистолетку. Да, большинство все-таки у героек, но бомба стоит. И сейчас... Ну, вот на дистанции не надо перестреливаться. Зачем? Зачем с глоками перестреливаться против Юспоп на дистанции? Это вот вообще не ясно. Ну, заведомо, ты же знаешь, ребята, что это очень плохая... Ну, ладно, я даже не буду об этом говорить. Седьмой раунд, героики закрывают. 7-9. И выигрывается. Но зато есть бомба, зато, опять же, есть какая-то денюшка. И сейчас могут, опять же, зафорсить. Да и должны, наверное, форсить. Здесь уже мы очень часто видим именно эту ситуацию. 9-7. Так, ну что же, в итоге команда БИГи, по идее, должна сейчас форсировать в этом раунде. Потому что есть деньги на то, чтобы нормальные девайсы раскупить. Плюс пистолеты должны быть хорошие. То есть какие-то 2 дегла, по 250 арморы, либо же... Ага, БИГи принимает решение просто пистолета. Без арморов. На самом деле, на Мираже такая же ситуация была. Поэтому, да, наверное, это даже не сюрприз. Что сейчас после бомбы... Как многие команды сейчас делают, не закупаются. Команда БИГ. Не идут на поводу у моды. И свое четкое понимание, как им играть в следующий раунд. Но здесь пока что под улицей смуи Икс Антарас получает довольно-таки неприятный урон с гранат. Под скрипом у нас играет. Товарищ Чизен. Тапсон уже через колу прошел под мейн. Но вот информации по нему у команды героек нет. Но там за синим. За синим стоит истек. И он на самом деле никуда не торопится. Потому что есть у него игрок, который со скаута все это дело чекает по улице. Но вот истек готов проходить. Но вот по тапсу по-прежнему инфы нет. Тапсон пробегает. Тут истаг находит фраг по ксантарасу. Тапсон пробивает истага. И можно было бы, кстати, заимочкой сгонять. Но пошел дальше. А здесь снэпи был, который фраг нашел. Еще и находится Муя. Став находит Дизина. Но вот после первого фрага как-то не очень задалось команде БИГ. И только один фраг они смогли по итогу найти. Восемь действий становится счет. Будет у нас закупка, ребята, из команды БИГ. И это 4 СГ. Это калашников для Тизина. Ну и вот с такими девайсами уже, разумеется, можно и нужно пытаться закрывать раунд для себя. Да, ну, закупка хорошая. 4 крига на К-47. По раскидкам тоже проблем особых здесь нету. Но от граната снова прилетает неприятная тестега. Минус полтинник условный. Сразу же от Тапсона отлетает. И улицу за красным проходит. Твоя игроковая команда. Первый контакт на нашем гейминг. Ну вот здесь первый контактный стег находит для своей команды. Сантерас пока что в блайн ближе к секрету играет. Тапса Некс по-прежнему играет в районе красного еща. Стал он уже. Здесь под вентилями-то как раз-таки бдит проход под скрип. Точнее, под вентилей от команды БИГ сквозь скрип. Но никакого выпада здесь нет. Тизен в лобби. Кэдин играет ближе к двадцатке вместе со снэпи. Ну и стег все так же. За синим на улицу. Ну и два игрока рядом с ним. Это Некс и Ксантарас. Ну и, кстати, возможно, стег-то сейчас эти минуса и найдет. Ставан просматривает здесь курятник с Аплантом. Ну и 43 секунды. Нужно потихонечку ребятам из команды БИГ уже выдвигаться. Да, находятся они рядом с Б-сайдом. Здесь Кедина сейчас придется в разные стороны смотреть. Уже стреляют, уже отвлекают. Ну и Ставан просматривает. По-прежнему курятник. Никто не выходит из своих позиций. 27 секунд. Ребята из команды БИГ, мы сегодня как выходить собираемся? Или же отмена по выходу? Тапсон встречает из тага. 18 секунд на таймере. А вот Ставан сейчас вместе с своим тиммейтом может очень много дел натворить. Табор подкрывает. И тут очень просто. Как-то вот тебя перемудрили, по всей видимости. Беги, что ли, в этом раунде. Ну они не думали, что там в упоре еще один игрок будет на нас тая. То есть тут, по сути... Причина была понятна. Почему так играла команда БИГ? Потеряли первого. Медленно занимали улицу. Было понимание, что в районе синего играют. Долго чекали девятку на девятку. В итоге ушла уже обратно под базу. То есть у него очень долго этого игрока на девяти ждали. Они сами не заняли эту девять. То есть на самом деле одно на другое накладывается. Команда БИГ уже правильное решение, как мне все-таки кажется, принимали. Выходить на базу. Но вот тут отсутствие понимания, да, где играет ближайший соперник. Это был Боров. То есть, да, это было ошибкой. И в итоге там еще я за дефолтом находился. Третья игра команда Героик. То есть так или иначе БИГ были обречены здесь на провал. Ну что, быстрый выход на точку А. Ну и там он вместе с Тегом Экадианом. Все это дело закрывает очень и очень уверенно. Пять в ноль. Десятый раунд для команды Героик. Десять девять и пауза. Сразу же ставятся. Вот. Команды. По всей видимости БИГ. Ну не имеет смысла здесь ставить паузу. Ребята из команды Героик. Ребята, за кого болеете на второй карте, пишите так же. Опять же, вроде как на первой у нас разделились мнения. Не все были за Героик. Кто-то болел за БИГ. Но на второй карте, мне кажется, опять же, за командой Героик почему-то будет фанатов побольше. Мое личное мнение. Ну и в принципе, наверное, сам где-то в глубине души немножко поддерживаю, ребята, с командой Героик. Да, ну что же, здесь пока и ставлен-то, кстати, более-менее прибавил. У него был один фраг. Смотри, он сейчас на первом месте идет. Пусть и не больше всех фрагов, но 10-15 его статистика. Но пока по счету, да, по КПД он лучший. В своей команде. Ну ладно, смотрим. 5 в 4 снова теряет Ксантарас. Но Ксантарасу пока что не удается на стороне атаки найти первый контакт. Смой с АВП. Кэдзиан. Кэдзиан опасно здесь бегать. На самом деле, Смой мог его поймать в тайминг. Next. Скалу, Тапсон уже погибает. Почему не по одному-то все лезут? Почему? У тебя контроль улицы идет, ты идешь погибаешь. Ну-ка, зачем? Ну, с таким темпом Герой к 11 заберут, и там снова будет проблема по экономике. Но вот Смой нашел размен по С-тегу. И проходят пока что два игрока команды Бейджи через улицу. И бомбы сюда же, по идее, должны перетянуться и пойти под базу Б. Но здесь Кэдзиан. 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 Первого нашел, по второму информации нету. И убегает. Убежать. Убегает. Все, инфа есть. Инфа есть, 45 секунд. У команды Бейджи снова проблема. Так оно и есть. Так оно и есть, друзья. Выход на 11-й, потенциально выход на 12-й. С деньгами там огромнейшие проблемы. Ну и все-таки то, что мы вчера видели от команды Бейджи, и то, что у них были проблемы за атаку, это не, наверное, опять же, единая акция. Наверное, даже где-то немножко постоянность. То есть, бегам нужно работать на атакой. Нужно работать на атакой конкретно на нюке. Но вот против героек, опять же, это сделать будет непросто. 12-й. Потенциально для них. Очень-очень уверенно. Они за защиту уже набирают обороты свои. Ну и тут пистолетный раунд. Пока без каких-либо вариантов. Вариантов раскидывают смоки, и, возможно, даже будет быстрый раунд под асайт. Ну, посмотрим. Пока что команда Бейджи просто в лобби стоит. Принимается мой чекает аркаду с улицы. От команды героя. Никакой аркады нет. Но отбеги сейчас. Наверное, все-таки эту паузу должны использовать как тактическую паузу, да? Но не прибегай к ней. Ну, посмотрим. Посмотрим. Пока что у команды Бейджи. В атаке вообще не клеится. Они отдали 5 раундов подряд в защите. Отдадут, скорее всего, ей 6-й. Но здесь Тапсон пытался один выбежать на улицу. То есть смотри, что делает Тапсон. Тапсон один пытается пробежать улицу, а его тиммейты просто халдят на лобби. Чего? Ладно. Здесь у Снэпи будет развлекуха. По нему как раз-таки команда Бейджи выходит. И Снэпи нужно спасаться. Кэддин немного засейвил тиммейта. Ну вот, теперь он уже не блайндовый. Находит еще один минус для своей команды. Ну и с Муэ Стизеном вдвоем. Опа. Ну и Кэддин здесь стэк найна. Туту-ту-ту-ту-ту-ту. Нет, не получилось. Вот он заберет АВП, но ненадолго. Подержался и хватит. 12-9. 12-9 действительно, друзья. Четыре раунда всего отделяют героек от победы в рамках этого матча. В рамках этой вообще в целом Best of 3 игры. Ну и максимально близки к тому, чтобы здесь перейти, насколько я понимаю, в закрытой квалификации. Потому что эта игра уже заслут. Но увидим мы с вами еще одну игру, где Немига будет играть с Арси. Будет она по расписанию сейчас в 1. Не знаю, если она закончится. Эдданная игра пораньше, может быть, чуть раньше перенесут. Не уверен, конечно, я. Но кто знает. Но еще подождем, друзья. Четыре раунда нужно дождаться. Может быть, здесь какой-нибудь камбэк будет от ребят из команды B.I.G. Но, опять же, потенциально вроде как здесь к этому ничего не идет. Кэддин. Локоточек видит, конечно же. Стреляет в него. Смоя. Здесь уже не эксперт. А что тут Ксантарас делает? У нас решил немножко заниматься физкультурой и попрыгать на рампах. Но не самое лучшее место, где можно это сделать. Четыре большинства за херовек. Ну, беги, отходят. Под раскидку. Раскидка улицы. Проход, наверное, под секрет. Ну, у тебя... У тебя типы ушли на раскидку. Ты занял секрет. И ты идешь в соло дэш эту позицию, под которую, в теории, твоя команда должна была сейчас выходить. И все, раскидка пошла, а беги и в итоге дают обратную. Я не понимаю. Я честно, я не понимаю. Возможно, я совсем глуп в этой игре. Ну, как бы... 2000 ЛС Амиссия не аппетит. Ну, блин, ну почему так-то? По одному. И причем не первый раз уже. Но пока размениваются. Все-таки два игрока команды B.I.G. Ксантарес и Некс. Некс в итоге... Точнее, Ксантарес минус два находит и проход под базу A. Местак разменялся. Оставил еще пару хп Тизину. Но с там он приходит с курятника. И поставить бомбу надо бы. Ага. 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 Ну, там разменду... Ксантарес, Ксантарес, Ксантарес. 13-9. Ну и все. Три раунда остается. Здесь ребятам из команды Хероик, чтобы закрыть своих оппонентов в рамках данной серии. Пока все очень-очень без каких-либо проблем для них. Дуэль Береты я вижу у Нексы. Вижу я два Галила. Вижу я потенциально 14-й раунд для команды Хероик. Ну и быстрый-быстрый раунд здесь к этому готовы. Там молики закидывают. Вроде потушили и вроде пробежали. Окей. Есть. вариант, но что будут делать дальше. Что можно точку Б окружить, но зайти тут на нее нужно как-то. А вот вместе можно. Тапсон находит враг по снэпе. Установит бомбу. Ну и смотрим дальше. Да, на улице Ксантареса закрывают. В итоге теперь ситуация 4 в 4. И бомба тут хорошо, что на Б, кстати. Вот это Героиком будет взять несколько тяжеловато. Да, у них есть хорошая раскидка. Правда, тут бороб очень быстро может отлететь от одного патрона какого-нибудь. В итоге вилку заняли. И команда Героик на ретейк не идет. Никакого ретейка пытаются. Точнее не пытаются, а просто храняют девайсы. Понимают, что здесь у соперника просто пистолеты. Наверное, отдавать свои же кольты и авики. Вот это все дело не нужно. Ну и команда Бейджи берет себе 10-й раунд. 13-10. Да, вот, пожалуйста. Раунд до 2000. И ребята из команды Бейджи его закрывают. 10-й раунд забирают за собой. Три раунда разницы между коллективами. Ровно столько же нужно команде Хероик взять, чтобы оказываться сильнее. Но по-прежнему игра все еще идет. Смой он покупает себе снайперскую винтовку. Докупаются здесь интересные и хорошие девайсы. С Галилом, по всей видимости, тапс у нас остается и будет с ним играть. Но действительно, почему бы и нет. Девайс недорогой. Девайс уже, во-первых, есть. Его покупать не нужно. Ну и будет с него, опять же, пытаться найти фраги. Кедян смотрит. Здесь находит фраг по Смуи. Там все-таки, насколько я в нем был, выстрел от Смуи. Но он был мимо. И 5-4 большинство за Хероиками. И снова пытается разыгрывать лобби. Ждет поджим Некс от соперника через радио. Какого поджима? Понятное дело, и быть не может здесь. Кедян смотрит улицу. И там Тапсон в непосредственной близости к нему. И он погибает. Три игрока в лобби. Все, как выходить, непонятно. Но рампы, наверное, единственный выход в такой ситуации. Да, это рампы. Это действительно рампы. И здесь Снеппи. Снеппи дает инфу, что его уже идут закрывать. Откидывает на себя здесь молотов. И сюда же пришла стяжка еще от Борба. Ну, может на 20 пойти пикнуть к Сантарос. Да, двадцатку закрывает. И Става она закрывает еще игрока в лобби. 2 в 4, вот это уже совсем тяжело. То есть 3 в 5 больше, чем 2 в 4. Да, здесь все-таки игроков меньше становится. Но героики закрывают все позиции сейчас. И вдвоем выйти как-то, распетлять базу Б будет крайне тяжело. Хотя к Сантарос может, да? Это все-таки неимоверного таланта человек. И он уже заметил Снеппи. Снеппи должен здесь вместе с ним размениваться. Но Снеппи очень быстро закрывает в итоге к Сантароса. Ну и в итоге вот эта граната. Иногда сам себя и похоронил. 14.10. 14.10. Ну, наверное, беги все-таки будут закупаться. Да, 6.30. И 107. 3.4. 4.4. Снадо закупаться. Да, по всей видимости, будут закупаться здесь на все деньги ребята из команды БАИДЖИ. Закупка, возможно, последняя. Настолько хорошая в рамках, опять же, этого Данюка. Ну и в рамках этого противостояния. Соответственно, Снеппи будет откидывать нас Смог. Да, откидывает Смаченский. Будет контролировать эту позиционку. Ну а там Кидин находит враг по Смог. Сантарос на размени. Правда, если так убивает Сантароса, 4 в 3 большинство за ребятами из команды Хероек. И здесь подозрение, что это будет 15 раунд за этими ребятами. Если бы еще и камера не ломалась, было бы просто замечательно. Вот так вот. Смотрим. За, возможно, последним раундом этого Данюка. Да и вообще этого матча. Потому что если герои сейчас закрывают раунд, это будет уже 2-0 в пользу датчан. И команда БАИДЖИ покинет квалификацию. Ладно. Ладно, в итоге что у нас? МАК-10, Галил, Трикалаша. Есть Раскид. 4 вторых армора. Окей. Окей, быстрый выход на базу. А быть может спасет как-то команду БАИДЖИ. Дропкинты, что-то подобное. Нет, они, кстати, просто выходят в итоге. О-о-о-о, понеслась душа в рай. Но пока что здесь Кэддиан с Борпом живут. И живут они долго. Долго и счастливо. Команда БАИДЖИ. Судя по всему, проигрывает эту карту. Проигрывает матч. Проигрывает эти квалификации. И их покидает. ГГВП 16.10 на второй карте. Героик еще сильнее.